Агрегатор. Только свежие новости. В споре с либеральствующей публикой поражаешься невежеству оппонентов. С огромным опломбом они говорят, что парк военных трофеев противоречит международным традициям, а некоторые представленные там диорамы выполнены карикатурно. Унизительно для армян и нигде в мире такого нет. Из чего делается незатейливый вывод, созданием такого музея Азербайджан вырывается из мировых культурных традиций и выставляет себя в неприглядном свете. Что тут ответить? Узок круг этих людей, как крайне узок их кругозор и знакомство с мировой музейной практикой. Начнем с того, что в мире буквально тысячи музеев, в которых представлено все, что удалось получить в качестве трофеев с гитлеровской армией. От личного оружия генералов СС до пресловутых касок. Представьте себе, в том числе и пробитых пулями. Аналогичным образом обстоит дело и с вооружением. США, Великобритания, Франция, Польша, Нидерланды, Дания и так далее. Не говоря уже про Китай, в любой из этих стран есть государственные собрания и частные коллекции трофейной техники. Их собиратели не видят в этом ничего зазорного, поскольку главный посыл таких музеев под открытым небом смотрите какого вооруженного до зубов зверя одолели наши доблестные джиай. Томми, Желнижи, бойцы, нужное подчеркнуть. Аналогичным образом обстоит дело и с диорамами, живописными картинами с передним предметным фигурки участников и войной техники, планом. Это одна из наиболее распространенных в мире форм подачи музеями и выставками исторической информации. И чего здесь только не увидишь. Все ограничено только фантазией создателей и их профессиональным мастерством. Причем давно уже в создании этих диорам используются элементы карикатурности и гротеска. Нет в этом ничего необычного, художник так видит. И никакого осуждения этого не вызывает. При желании можно было бы дать критикам парка трофейной техники ссылки на соответствующие сайты, но совершенно нет желания. Поскольку все равно ничего читать они не будут. Ведь их забота не о художественной ценности и эстетике. Им главное принизить память о грандиозной победе азербайджанского народа. На поле боя не получилось, так хоть на музейных экспонатах теперь пробуют отыграться декаденты. По этому поводу есть такой анекдот. Встречает как-то пьяный девушку на улице и говорит, девушка давайте знакомиться. А девушка брезгливо отвечает, отойди алкаш, ты пьяный и от тебя алкоголем прет. А пьяный говорит, послушай, завтра я буду трезвый, а у тебя ноги кривые. Вот так и в этом случае. Через пару недель уже никто ничего не будет обсуждать. А парк трофеев в Баку будет стоять дальше как напоминание о великой победе Азербайджана и позоре Армении. А на этом пока все. Спасибо, что посмотрели наш ролик. Подписывайтесь, жмите на колокольчик и ждем вас на нашем канале в следующем ролике со свежими новостями. А также различными мнениями и обсуждениями событий.